Всем привет, друзья! Если глобально смотреть на игры, то какой тренд, какое направление развития вы бы в игропроме назвали главным на горизонте последних, скажем, 20 лет? Есть, наверное, разные хитросплетенные и остроумные способы ответить на этот вопрос, но если смотреть в лоб, то, как по мне, самый очевидный тренд — это уход от вида издалека, будь то изометрия или классическая платформенная двумерность, к с каждым годом всё более реалистичным ракурсам, где царствует, конечно же, вид от первого лица. Если вдуматься, то путь к виртуальной реальности, о которой так много говорят сейчас, когда технологически мы вроде как уже к ней подготовились, мы шли давненько ещё с появления первых FPS-ов вроде Вольфенштейна и Дума, когда была сформулирована сама концепция виртуальной реальности, позволить игроку взглянуть на мир глазами протагониста игры. Через этот путь об FPS-ивании прошли Duke Nukem, который, наверное, скорее всё-таки уже умер, пресловутые Fallout, GTA и ещё чёртова тучи игр, и сейчас на наших глазах проходит целый жанр под названием моба. Жанр относительно недавно появился, это уже 21 века веяния, и поэтому подключился он к этому процессу с опозданием. И хотя каноничные мобы — это именно изометрические игры, все эти ваши доты, жанр сейчас прощупывает себе путь к первому лицу. Приживётся он в таком ракурсе, не приживётся. И навскидку можно назвать два ключевых проекта в этом тренде. Это Battleborn от создателей Borderlands, мы о Battleborn уже как-то на канале когда-то говорили, и Paragon, о котором мы не говорили до сих пор ещё ни разу, но сейчас это исправим. При этом ни Battleborn, ни Paragon реальной популярности не добились. Оба проекта сделаны на славу, реально очень качественно, но на любителя с прицелом на довольно узкую аудиторию. Я даже не знаю, нарочно это так получилось у них или по ошибке. И если о Battleborn совсем уже почти ничего не слышно, он сдал позиции, наверное, не в последнюю очередь под натиском своего графического конкурента Overwatch, то Paragon борется со своим низким онлайном, проделывает работу над ошибками, и только совсем глухой сейчас не слышал о всех этих глобальных обновлениях в Paragon, направленных на популяризацию этой игры, на то, чтобы сделать её динамичнее и быстрее. Потому что она довольно медленная была и этим многих отпугивала. Хотя и сейчас она, прям скажем, небыстрая. И да, справедливым замечанием было бы сказать, что из этих двух игр только Battleborn является мобо-шутером от первого лица, а Paragon это всё-таки от третьего лица игра. Но для меня тут важно было отметить уход от изометрии и приближение к кинематографичности. И Paragon в этом плане занимает некую среднюю позицию между классикой жанра и тем же Battleborn. И раз уж я начал сравнивать эти две игры, давайте я последнюю вещь про них скажу, и сосредоточимся после этого на Paragon. Будучи именно от первого лица шутером, Battleborn предполагает, что скилловые игроки будут иметь хороший aim. Грубо говоря, если вы круто играете в CS, то в Battleborn вам это поможет, будете попадать по противникам хорошо. А в Paragon вам пригодится всё же именно из каноничных моб-навыки игры. Здесь гораздо более классическая механика, она более привычная, и хэдшоты тут вешать не требуется. И теперь, что касается самого Paragon. Я с большим пиететом отношусь к Epic Games, разработавшим Paragon. Это может не такая громкая контора, как, скажем, Blizzard, но, во-первых, за счёт своего движка Unreal Engine, оказавшая на индустрию не меньшее влияние, а во-вторых, они тоже выдают продукты исключительно топового качества. Правда, да, адресованы они обычно скучковавшейся группе ценителей, но массовость не означает качество, хочу заметить. Какое-то время назад мы с вами на этом канале обсуждали их новый Unreal Tournament. Так это ж вообще воплощённый киберспорт, это настоящая хардкорная онлайн-арена с просто бесконечным простором для совершенствования техники. Популярна ли она? Нет. А на BTX-пы на сезонные контейнеры в Overwatch популярна. Вот думайте, что хотите об этом. И примерно то же самое справедливо и для Paragon. Это очень качественная и с любовью к жанру сделанная моба, но совершенно лишённая тех крюков, тех хуков, которые обычно цепляют массового игрока. В первую очередь это связано с тем, что Paragon довольно, как я уже сказал, нединамичный. Это развлечение с весьма размеренным, осторожным геймплеем, где средний матч может длиться минут 40. Ну, 20, если матчмейкинг подведёт, и одна команда просто сотрёт другую в порошок мгновенно совершенно, то есть минут за 20. По сути, тут всё как обычно, как в классической мобе. Аннигилируем башню одну за другой, пока не добираемся до ядра и не взрываем его к чёртовой матери. Кто первый взорвёт, тот объявляется молодцом, а проигравшая команда делает себе харакири, чтобы смыть в себя позор поражения. Может быть в этом причина низкого онлайна, не знаю. Не делайте себе харакири, друзья, даже если проиграете, не стоит этого. Не нужно. И отдельно хочется отметить, что игры Epic Games напрочь лишены какой-либо зазывающей сексуальности. Даже в несуразных модельках Battleborn можно было обнаружить попытку соблазнить мужскую аудиторию самым понятным ей способом, не говоря уже о задницах всяких там трейсер из Overwatch. В прогон же я не обнаружил ни одной женской модели с откровенно зазывающей провокационной внешностью. Красивые женщины есть, но красота их не умаляет вас им задонатить. Мол, ну пожалуйста, поиграй мной, посмотри, какие у меня высокие каблуки. Тут такого нет. Я в целом не против, когда меня пытаются подкупить таким приятным образом, но в прогоне как-то и не пытаются даже. И с одной стороны это благородно, с другой, опять же, ещё одна вероятная причина, почему он обделён вниманием. Хотя, конечно, менее значительная, чем его нединамичность, но всё же. И ещё одна популярная претензия к прогону, он, мол, требовательный к железу. Я здесь ничего прокомментировать не могу, кроме того, что на моей уже далеко не новой видеокарте GTX 970 всё идёт отлично. Карты по нынешнему временам совершенно средние, поэтому согласиться с тем, что прогон как-то неподъёмен по железу не могу, мне кажется, это всё надуманные претензии. Ну, только если на совсем уж древних компьютерах, но тут, извините, рано или поздно древние компьютеры перестают всё, что угодно тянуть, не только прогон. И если обобщить всё, что мы только что сказали, то ведь, получается, вы могли бы вполне справедливо возразить игр, ведь игр неоптимизированных, игр, в которых нет выпуклых ягодиц на женщинах, на женских моделях, игр, в которых нет динамичных боёв, и которые точно так же, как и парагоны, даже куда безнадёжнее, чем парагон, обитают где-то на обочине твича. Ведь их же полно. И мне бы не осталось ничего другого, кроме как согласиться с вами. Конечно, да. Но парагон выделяется на общем фоне именно качеством. Я, конечно, не очень много времени провёл в этой игре, но постарался как можно более критически на неё взглянуть, и не могу предъявить ни одной серьёзной претензии. Всё, что в парагоне может не понравиться, на мой взгляд, связано с особенностями жанра. Если вам не нравится парагон, то, вероятно, вам не парагон не нравится, а та ниша, которую он занял, вдумчивая с размеренным геймплеем моба от третьего лица. И я думаю, что мы сейчас с вами вполне адекватно поставили диагноз пациенту. Он, а, необычен, и, б, не пытается понравиться игрокам. В Overwatch сейчас не играет только какой-нибудь идейный противник мультяшных шутеров, но Overwatch-то и рекламировали сколько. Одна только Сомбра со своими ребусами собрала хайпа больше, чем все игры Epic Games вместе взятые. Есть такая поговорка в английском языке. «Скрипучее колесо получает смазку». Я грубо перевожу, так, наспех. А ещё у меня была одна коллега, довольно посредственная дама среднего возраста, которая так много ныла, как ей тяжело, что все в какой-то момент начали думать, что она и вправду очень загружена, и очень ценный сотрудник. Ну, я думаю, вы поняли мою мысль. «Парагон», если скрипит, то очень негромко. И в «Парагоне» нет ни одного слабого места, если принять жанр заданности и смириться с ним. Эта игра хорошо выполнена технически, графически, сделана мастерами игропрома и с глубоким пониманием того, какой должна быть моба. Единственное, в чём «Парагон» всё же можно упрекнуть, если уж совсем из жира беситься, это как раз в том, что со всем своим качеством он, кроме красивого вида третьего лица, ничего принципиально нового в жанр-то и не добавил. Это довольно классическая моба, здесь не произошло какой-то идейной революции. Это всё те же яйца, только крашенные на Пасху. И, тем не менее, весьма неплохие яйца-то. Собственно, структурное нововведение в «Парагоне» только одно. Разработчики попытались, надо думать, получить свои дивиденды от популярности ККИ, и в результате мы получили мобу, в которой можно коллекционировать карты и наделять силами карт своего персонажа. Если грубо, то карты — это бафы, и помимо тех умений, которые вы прокачиваете по мере матча, ваш билд теперь состоит ещё и из тех карт, которые имеются у вас в коллекции. Ну, некоторых. Которые в слоты поместились вам в активные. И, похоже, именно продажа бустеров с картами, ну и скинов для героев ещё, является главным источником дохода этой бесплатной игры, по аналогии с тем, как это устроено, скажем, в том же Hearthstone. Только в отличие от Hearthstone, карты здесь имеют второстепенное значение, и многие игроки, по крайней мере поначалу, вообще не запариваются на этот счёт. И с учётом всего сказанного, какое будущее я вижу для этой игры? Если «Парагон» сохранит темп и темперамент, то это будет развлечение для чувствующих ценителей, коим сейчас является Unreal Tournament. Если же Epic Games хотят захватить внимание масс, то я бы сказал, что им нужно ускорить геймплей раза в 2-3. Только, правда, это будет уже не совсем «Парагон», и мне интересно было бы узнать, готовы ли Epic Games, например, перекроить «Парагон» до неузнаваемости ради славы и денег, или им всё-таки дорого их детище таким, какое оно есть, пусть даже не всеми понятая. Таковы мои мысли об этой игре. Что вы о ней думаете, друзья? Напишите, пожалуйста, в комментариях. А я прощаюсь с вами, до скорых встреч. Субтитры создавал DimaTorzok